Сегодня выпуски. В Казахстане увеличат финансирование весеннеполевых и уборочных работ. На это направят дополнительно 70 миллиардов тенге. Определен порядок перемещения опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС. Соответствующее соглашение ратифицировал Сенат парламента республики. Национальные казахские мотивы в ювелирных украшениях. Уникальное изделие в этно-стиле, передающий дух намадов, создает карагандинец Георгий Мариниченко. Это здорово, что до сих пор это осталось в традициях, это не забыто. И я вот своими ювелирными украшениями пытаюсь дальше показать, потому что для меня казахский народ – это родной народ, потому что я здесь родился. И мне интересно вообще окунуться и понять вот это все не поверхностно, а понять именно глубину. Казахстан продолжает эвакуацию своих граждан из Украины. Четвертым репатриационным рейсом в республику доставлены 155 пассажиров. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны, самолет, вылетевший из города Катавицы, приземлился сегодня утром в международном аэропорту столицы. Напомним, ранее из Украины были эвакуированы 432 казахстанца. У меня сын родился 28 февраля. Назвали его Батыром. Такое имя предложил дать его дедушка. Он сказал, что внуку это имя подойдет, потому как родился в тяжелое время. Мы сами из Алматы. Нас там ждут с нетерпением. В Украине сложная ситуация. Происходят взрывы. Мы выехали оттуда и прилетели на родину через Польшу за 6 часов. Отметим, из-за ухудшения ситуации в Киеве отечественных дипломатов временно передислоцировали во Львов, где они продолжают работу. При их содействии 44 казахстанских большегруза смогли покинуть территорию Украины. Водителям еще 13 транспортных средств оказывают максимальную помощь. Санкции ЕС в отношении России не повлияют на ведение бизнеса Казахстана с Европой. Бельгия готова оказать помощь в определении и оказании мер поддержки дальнейшему сотрудничеству в сфере торговли между странами. Об этом после встречи с вице-министром торговли и интеграции нашей страны Кайратом Турибаевым заявил председатель торгово-промышленной палаты Брюсселя Оливье Вилакс. Казахстанская правительственная делегация с руководством агентства по продвижению экспорта Бельгии обсудили совместные меры по взаимовыгодному партнерству. В прошлом году торговля между Казахстаном и Европой выросла на 21% и составила 28,9 миллиардов долларов США. Мы отобрали 53 различных товара, которые можем поставлять на европейский рынок и на сумму 200 миллионов долларов США ежегодно. Это товары, прежде всего, переработка, сельхозпродукция, фармацевтика, машинное оборудование. Наша основная задача продвигать сюда готовую продукцию. По сырью у нас и так все хорошо двигается. В Европейский Союз у нас поставляется нефть и проблем с покупкой казахстанской нефти мы не предвидим. В режиме санкций Казахстан не является ни одной из сторон конфликта, поэтому мы исполняем все наши обязательства, будь это регионального характера или международного характера. И наша задача, чтобы торговля продолжала расти такими же темпами с Европейским Союзом. Важно то, что мы расширяем наше сотрудничество с вашей страной. Нам нужно предпринять больше усилий, особенно в постпандемию, потому что все это время было сложно путешествовать в вашу страну. Правила перевоза опасных отходов через границу утвердили в Казахстане. Ратификацию соглашения о трансграничном перемещении подобных грузов по таможенной территории ИАЭС приняли в Сенате. По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов республики Серик Калибрекишева, в случае возврата груза отправитель обязан будет экологически безопасно его удалить. Речь идет о переработке, подготовке, сортировке и обработке отходов. Захоронение документ не предусматривает. Соглашение определяет единый порядок перемещения опасных отходов между государствами-членами ИАЭС. Также сформирует правовую основу для обмена информацией о выданных заключениях и выявленных нарушениях при таких перевозках. Надеемся, что в будущем данный закон позволит обеспечить экологически обоснованное удаление и переработку отходов, а также предотвращение загрязнения окружающей среды. Казахстан и Азербайджан намерены развивать транзитно-транспортный потенциал, в том числе в рамках транскаспийского международного транспортного маршрута. Об этом сообщает пресс-служба Мининдустрии и инфраструктурного развития республики. Представители ведомств двух стран обсудили прогнозы объемов грузоперевозок на этот год, пропускную способность по участкам железных дорог и Каспийского моря, а также условия переориентации дополнительных потоков. В частности, казахстанские экспортеры готовы направить по транскаспийскому транспортному коридору 2 миллиона тонн отечественной продукции. Казахстанская сторона также предложила азербайджанским коллегам совместно развивать автомобильные и грузовые перевозки через международный маршрут. Помимо этого, стороны обсудили создание совместного предприятия. Оно позволит решить вопросы тарифообразования и декларирования грузов, а также консолидировать транзитные грузы на маршруте. Кроме того, Казахстан и Азербайджан готовы увеличивать и количество авиарейсов между двумя странами. Создание новых промышленных кластеров, финансовая поддержка, МСБ, реализация инвестпроектов и развитие микрокредитования. Правительство озвучили ряд мер, предусмотренных программой по повышению доходов населения. Она рассчитана до 2025 года. Планы по ее реализации разъяснили министры сразу нескольких ведомств. Отдельной на экономической ситуации в стране остановился глава нацэкономики Алибек Куантыров. Он отметил, что доля трудовых доходов казахстанцев за последние 10 лет снизилась почти на 11% пункта. В свою очередь, напротив, настолько же выросла доля социальных трансферов. В результате, с учетом проведенного анализа, были определены следующие приоритеты. Так, большая роль в рамках реализации программы будет отведена поддержке рабочей молодежи, трудоустройству социально уязвимых слоев населения. Ожидается также повышение зарплаты бюджетным работникам, в том числе врачам, среднему медперсоналу и педагогам. Кроме того, отдельное внимание уделено и развитию занятости в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности. Реализация вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить к 2025 году планомерное достижение следующих пяти целевых индикаторов. Доля оплаты труда ВВП – 34,5%. Доля доходов от трудовой деятельности в общих доходах – 76,2%. Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума – 5,2%. Уровень безработицы – 4,7%. Создание рабочих мест совокупности за весь период для более двух миллионов человек. В Казахстане увеличат объем финансирования весеннеполевых и уборочных работ. Так, дополнительно в Минсельхозе обещают направить на эти цели 70 миллиардов тенге. Таким образом, общая сумма бюджетного кредитования отечественных сельхозтоваропроизводителей составит 140 миллиардов в нацвалюте. Об этом в ходе заседания правительства сообщил первый вице-министр ведомства Айдарбек Сапаров. По его словам, с помощью дополнительных средств доступным кредитованием будет охвачено порядка 1300 хозяйств. В целом, вопрос подготовки к весеннеполевым работам находится на постоянном контроле министерства, отметил спикер. В свою очередь, глава Кабмина Алихан Смаилов подчеркнул, что особое внимание нужно направить на сев высокориентабельных культур, ориентированных на экспорт, а аграриям увеличивать площади культур. Как вы знаете, сейчас в мире усиливается глобальная тенденция роста цен и спроса на сельхозпродукцию. В этой связи важной задачей является обеспечение как внутреннего потребления, так и экспортного потенциала сельхозпродукции. В данном контексте своевременное и качественное проведение весеннеполевых работ является одной из важнейших задач на данный момент, поскольку это касается обеспечения продовольственной безопасности страны. В свою очередь, правительством приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению весеннего сева. 89 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Североказахстанской области 23, в Алматы 22, в Карагандинском регионе 9. Отметим, с начала распространения пандемии количество зафиксированных в стране случаев коронавируса превысило 1 миллион 304 тысячи. По последним данным Минздрава Республики, сейчас лечение получает около 13 тысяч казахстанцев, из них более 1200 в больницах. Отметим, на сегодня в Казахстане число полностью прошедших иммунизацию двумя компонентами превысило 9 миллионов 44 тысячи. Ревакцинацию прошли более 2 миллионов 871 тысяч человек. Пандемия ковида в мире еще далека от завершения. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедра Садханам Гибрейсус. По его словам, вирус продолжает эволюционировать и остается опасен. Глава ВОЗ напомнила, что с начала пандемии от коронавируса скончались более 6 миллионов человек. Вирус продолжает развиваться, и мы по-прежнему сталкиваемся с серьезными препятствиями в распространении вакцин, тестов и методов лечения. ВОЗ обеспокоена тем, что несколько стран резко сокращают тестирование. Это препятствует нашей способности видеть, где находится вирус, как он распространяется и как развивается. Тестирование остается жизненно важным инструментом в нашей борьбе с пандемией в рамках комплексной стратегии. У пациентов с коронавирусом из-за сниженного иммунитета больше вероятности подхватить и другие инфекционные заболевания. О так называемых болезнях-спутниках ковида рассказали российские эпидемиологи. По их словам, ухудшает состояние и вызывает большую опасность сопутствующей вирусной, грибковой и бактериальной инфекции. Медики отмечают, что коронавирус может спровоцировать овострение и других фоновых заболеваний даже у здоровых людей. Национальные казахские мотивы в украшениях. Уникальные ювелирные изделия в этно-стиле создает карагандинец Георгий Мариниченко. Строителя по профессии так захватило творчество, что он превратил свое некогда хобби в дело всей жизни. А все началось 13 лет назад, три из которых мастер посвятил созданию украшений, отражающих национальный фольклор, орнаментальные традиции и мотивы. Как признается Георгий, все ювелирные техники он освоил и отточил сам. Первые свои работы национальные я начал изготавливать, по-моему, года три назад еще. Это были серьги, кольца с гравюрами и в гравюрах я изобразил сцены казахского быта. То, что единственное казахского народа, это и есть вот этот вот ключ к выживанию и к успеху нации. Вот это здорово, то, что до сих пор это осталось в традициях, это не забыто. И я вот своими ювелирными украшениями пытаюсь дальше показать, потому что для меня казахский народ это родной народ, потому что я здесь родился. И мне интересно вообще окунуться и понять вот это все не поверхностно, а понять именно глубину, понять дух, традиции степей. От идеи до создания ювелирного изделия у Георгия уходит месяц и больше. В своих работах он использует только натуральные и отечественные материалы. Для этого специально много путешествует по стране. Иногда использую в украшениях дерево. Дерево беру карагач, потому что по традиции карагач это благородное дерево. И в культуре казахского народа карагач считался священным деревом. И карагач растет только в Казахстане. Беру коровью кость, потому что тоже в культуре казахского народа использовалась часто кость, рог, дерево, камень, металл, кожа также используется. Кольца, браслеты, кулоны Made in Kazakhstan высоко ценят не только в родной стране, но и за рубежом. Работы Георгия Мариниченко носят модницы США, Франции, Южной Африки, Великобритании. В будущем мастер планирует создавать совершенно новые украшения, однако и они по-прежнему будут нести в себе древнюю культуру намадов Великой Степи.